Толщина льда в этом месте полметра. Машина «Москвич Комби» на глубине 10 метров. По легенде, это транспорт рыбаков, который ушёл под лёд. На самом деле, автомобиль накануне утопили сами спасатели, предварительно освободив от двигателя, бензина и стёкол, чтобы не загрязнять водохранилище и снизить вес спасаемого авто. В итоге всего 800 килограммов. На разведку предварительно погружается телеуправляемый робот «Гном Супер». Видны рулевые тяги, рычаги. То есть автомобиль у нас лежит на грунте, на крыше. Спасатели в реальном времени видят, что происходит на дне, как машина расположена на грунте и определяют способ страховки для водолаза. Несмотря на наличие разной техники, без человеческого ресурса никуда. К погружению готовится водолаз. Его задача – закрепить трос к машине. Под водой он находится 5-10 минут. Всё это время за происходящим по мониторам следят коллеги. Принял. Имеешь возможность зацепить за задний мост. Работа сделана, не холодно, костюм сухой. Рапортует спасатель. Для водолазов такие погружения – дело обычное. Два раза в неделю обязательные часовые тренировки в воде, независимо от времени года. Внимание традиционно привлекает костюм. Гидрокомбинезон, галоши, ласты, баллон с воздухом, система связи. Чтобы вода не выталкивала, в карманах обязательно грузы. И всегда с собой нож. Запутаться в сетях, верёвках, так как у нас дно везде захламлено. Также для каких-то водолазно-технических работ он служит. Где-то что-то открутить, перерезать, перекусить. В этом костюме я не мёрзну. Это гидрокостюм сухого типа «Сибирь» из неопрена. 6-миллиметровый прессованный неопрен. Я нахожусь сейчас в нём в одежде. В нём комфортно нырять и зимой, и летом. Минимальная команда для такой спецоперации – 8-10 человек. Это сегодня толщина льда без проблем позволяет установить подъёмную раму с тросами. Когда лёд тонкий, рассказывают спасатели, приходится выпиливать настоящий олимпийский бассейн. Только так получится доставить машину на берег. В нашем случае всё проще. Несколько минут и затонувший транспорт уже на поверхности. Начальник отряда Павел Правитель рассказывает, за 14 лет таких тренировок было несколько десятков. Но навыки спасателям приходится демонстрировать регулярно. В декабре доставали со дна «УАЗ Патриот». В этом году – снегоход с глубины 72 метра. Да у нас, скажем так, вот этот правый берег, где мы сейчас находимся, напротив нас находится, от створа Красноярской грязи и до деревни Бахты – это самое такое опасное на всём водохранилище вообще лёд под тем правым берегом. Потому что там постоянно образовываются промоины. В связи с тем, что там и основное русло, во-первых, всё равно небольшая подтяжка воды, но идёт. Плюс солончаковые земли, звездковые скалы. В среднем в год у нас выходит 2-3 машины мы поднимаем. Бывает, что и с погибшими. Если машина ушла под лёд, то заплатить за подъём придётся от 90 до 150 тысяч рублей. И то поднять машину можно будет не во всех случаях, а только в том случае, если она ушла под лёд не глубже, чем на 60 метров. Спасатели напоминают, в этом году лёд очень тонкий. Выезжать на машинах смертельно опасно. Особенно сейчас, когда сильно потеплело. Но, похоже, водителей это не пугает. Пока мы находились на водохранилище, насчитали с десяток смельчаков. Екатерина Усатенко, Андрей Ткачук, Афонтова. Новости. Продолжение следует.